Все тут есть, да, есть Genius, есть у нас и история, описание там какое-то есть, сейчас прочитаем, да, что прислал человек, J-Same, 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 да, J-Same, как правильно читается, дружище, J-Same или J-Same, или J-Same, J-Same, да, наверное так, не знаю, сорян, если я ошибаюсь. Салют, Флом, уважение к твоему труду, живу свою лучшую жизнь, делая музыку, честность и объективность, чату салют, вам салют, братва. Обложка немного похожа, да, вот на, были такие истории там у слова Merlot, да, вот эти там, вот, 3D фигурки, всякая вот эта история, посмотрим, насколько это актуально, насколько это подходит именно сюда, по стилю, да, что это такое, J-Same. И Азидог, Мадиас, отлично, продюсер Бай, поднялся, сингл, который был записан еще в августе, но по ряду обстоятельств, релиз отказывался-откладывался на неопределенный срок. Но сейчас пришло время, когда я могу вылить его в свет и дать треку возможность обрести жизнь, его я записывал, вы же видите, да, вы же видите, да, я записал спонтанно, помню, как фристайлом приценивался на биточек в Аблитоне. Вот это неплохо, бро, вот это очень хорошо, это очень правильные слова. Спонтанно, да, фристайлом прицеливался на биточек в Аблитоне, и в голове засела фраза «Я поднялся». Это и стало основополагающим фактором зарождения этого произведения. Далее парни собрали биточек, а Данек все это свел. Хотел сказать, что вся эта работа наберет свои прослушивания, и успех придет в нужное время. В этом нет и капли сомнений, ведь я произнес свою мечту вслух, движение, жизнь, так что двигайте это везде. Я благодарен каждому, кто причастен к этому реализу и цуню поддержку. А тем, кто сомневается, ну вы поняли, да, просто улыбнитесь, когда проходя мимо билбордов и видите мое лицо. Всех люблю. Не, ну, селеба, да, селеба, прям жесткая селеба, я вам что скажу. То есть, понимаете, поджали ноги и слушаем с придыханием, да, с придыханием, благоговением, блядь. Да, вот такие ребята у нас здесь, то есть все очень-очень серьезно, да, GS, то есть как бы тут уже все, блинки все, то есть все цепи, да, очень тяжелые, там, по полтора кг, я думаю, все очень серьезно. Ожидания дикие просто, дикие просто. Погнали, слушаем, поднялся, 1.48. Ну тут нам на темпе, да, пройдут? Если на темпе, значит быстро зачитает, если быстро зачитает, должно быть крутое флоу и шикарная ритмика. И сведено все должно быть красиво. А арбеки должны быть великолепные, подкладки, вторые дороги, все это есть, да, потому что же поднялся. Погнали, слушаем. Не смотрим текст. Платье на да у нас, короче. Я поднялся, как будто бы я в туре, она говорит мне, так как я из Вентури, ее мама. Меня очень сильно любит, она любит. Я поднялся, со мной двигаются люди, ага. Сзади валят опыт, у нее есть опыт. Мы летаем с ней, купюры на банкноты. Сэр, неплохие для бэр. Сэр, неплохие для бэр. Тебя, ёбни, током. Я забыл сказать, что я поднялся ненароком. Я поднялся, сделал этот стиль. Я поднялся, ты горишь, как петель, я поднялся, ищи меня на сцене, я поднялся, батик Раба за гены, ага. Я поднялся, куплю маме там, я поднялся, что дико на втором, я дон керет по-английски, это хом, если ты не понял, get out my home. Хо-хо-хо-хо, какой инглиш, бразер. I can't understand you. Yes, of course. Damn it. Yeah, вообще, yeah. Бля, не, ну ты жесткий, я тебе что могу сказать? Бля, страшный человек. Очень мощно, да, прям вот уничтожил просто вот, вот просто вот так, смел, короче, всех, да? На самом деле, на самом деле, что я тебе скажу, кринжадованул ты нормально. Во-первых, по тексту, да, вот это вот все. Если ты, you don't get it, по-английски это хом. А? Понятно тебе? Броски, бля. Если ты не понял, да, то типа, то get out of, а что такое get out of my home? I don't get it, блядь. Get out, так. Bitch. Хорошо, хорошо. Так. It'd be norm, бро. It'd be norm. По стильку сыровато идешь. По стильку сыровато и как бы немного отдает платиной, да? Да, причем платиной еще как будто бы раньше даже, чем вот опиатый круг, да? То есть, такой вот несформированный стиль немного. По тексту каких-то интересных моментов вообще нету. То есть, ты говоришь очень вторяк жесткий, да? Типа там валят опы сзади. Ну, про опов как бы ты в курсе, да? Всю вот эту историю. Вот. Вот это прикольный момент. Тебя ебнет током, да? Я забыл сказать, что я поднялся ненароком. Еп ты, бля. Вот. Тебя ебнет током. Вот это прикольная история. И бати краба за гены. Бля, это вообще мощно. Вот это прям сок вообще. Ты горишь как огонь, да? Тут тоже прям сок. Ты горишь как фитиль. А мерзнешь как фитиль, может быть? Нет. Поэтому образ что? Ну, такое себе. Так. Ее мама меня. Меня. Вот мне очень нравится, блин. Мне очень нравится. Очень грамотно, да? Чел вот прям вот. Все с большой буквы. Если есть слово я. Если есть слово меня. Там вот эта вся история. Да, это как бы, бро, вот тут упущение. Это не серьезно. Это не уважение просто, мне кажется, к самому себе. Это, блядь, какое-то очень бросовое отношение. Здесь аналогичная ситуация. Что происходит? Что происходит? Я поднялся, как будто бы я в туре. Я поднялся, как будто бы я в туре. Так. Типа те, кто в туре, да, ездят, они поднялись, да, короче? Ага. Я поднялся, как будто бы я в туре. Понятно. Понятно. Так, 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 я звезда. Кстати, вот неплохо, да, неплохая панорама у аэрбэков выставлена. То сводил, более-менее нормально. Вокал звучит. Да, тоже неплохо. То есть, короче, оно технически сделано гораздо лучше, чем мейнкапа. Аэрбэки ты выдаешь неплохо весьма. Она говорит мне, да, как Эсвентури. А почему Эсвентури говорят, да? Ну, Эсвентура, я в курсе, да, за две части, там, Джим Керри, вот эта вся история. Почему все говорят, да, Эсвентури? Типа, из другого фильма всегда говорит, да, типа? Эсвентури все говорили, да. Бля, его, по-моему, шпыняли все и пиздюлиным увешали, да, короче? А он там пробивался. Как мог, да? Она говорит, да, как Эсвентури. Кто-нибудь выкупил панч? Не, может, тут есть глубина, ёба? Мы же не поняли, типа? If you don't get it, ёпта. По-английски это home. Если чё. Вот, поэтому здесь, как бы, тоже, ну, может быть, всякое. Её мама, мама того, о, респект, бро. Вот это респект, да? Поняли, да, всё, все претензии снимаются. Её мама. Бля, крутой зять. Охуеть какой зять. Мамы крутых шорти. Имейте в виду, да, вот так он будет писать с большой буквы, бля. Крутых шорти. Подметьте этого фрешмена. Подметьте его обязательно. Меня любит очень сильно, она любит, я поднялся со мной, двигаются люди. Базар, бро, базар. Ну, короче, чё тебе скажу я? Сейчас давай посмотрим, сколько ты занимаешься этим вопросом, да, вообще, типа? Сколько ты занимаешься этим вопросом? Занимаешься ты этим вопросом с этого года. Для фрешмена, который прямо вот сейчас сделает, это вполне неплохо. Реально. Если перестать ебать мозги и разобраться конкретно, причём... Так, Purpose. Давай посмотрим, вообще, типа, с какого времени у тебя есть, да, трючок предыдущий, допустим. Он же тоже тут есть, да? Какого времени? Когда ты выпустил? В августе. Бля, то есть ты начал вообще выпускать, типа, даже не с января, вот, несколько месяцев, да, ты, типа, это всё делаешь, дерьмо, короче. И ты прям по обложкам заморачиваешься здесь, там. Ребят, короче, это прям фрешмен-фрешмен, да? Прям фрешмен-фрешмен. Мелодика неплохая у тебя. Неплохая мелодика. То есть, я надеюсь, всё ты это воспринимаешь как рофл, да? Над которым ты тоже полгораешь, вместе с нами и чатом. Ни в коем случае, там, тебя это не заденет, да? И ты такой, типа, блядь, всё, блядь, карьера закончена. Особенно с уровнем того, вот, как ты к себе относишься. Может быть, даже это как-то иронично, так или иначе. Но это правильно, нахуле. Я лучший, я всех разъебу. Респект, бро, респект. Так, а это что у нас, клип? А, муд-видео. Ну-ка, ну-ка! Ну-ка! Не, ну образ прям пиздец, да? Прям образ, вот весь в образе, короче. 812 просмотров, 168 подписчиков. Если чё, короче, если этот чел выстрелит, да? Ну, не смеюсь ли? Не если, а когда он выстрелит, мы будем говорить, что мы, блядь, олдфаги, да? Мы, типа, мы были с ним со 168 подписчиков. То есть, структуру он держит. Структуру он держит, да? В стиле он плавает. Стиль немного не сформирован. У него есть айдентика своя. То есть, он, типа, держит этот стиль, да? Как туда, вот в уровне, в сторону немного платины, но при этом на нынешнего и даже на изо 5-й круг он не похож. Если он просто отточит вот это, он будет достаточно самобытен в звучании, в принципе. Вот пока, да, вот нет вот этих вот. Меня. То есть, вот эти истории, да, которые, опять же, немного уплатины есть они, да? Вот эти с оттяжками, да? Меня. Вот это, да, оно пока у тебя не нативно звучит. То есть, спокойную историю, да? Спокойную историю ты нормально раздаёшь. Довольно ровно. А вот какие-то оттяги и изыски, да, флоу, они пока чуть-чуть кривовато идут. Ну, бля, при этом эрбеки ты хорошо выдаёшь. Сейчас ещё раз послушаю в качестве, да, бля, тебе без мозгоёбства просто вот оценить чисто технический момент. Я забыл сказать, что я поднялся ненароком. Бля, вот, типа, ну, вот, во всех аспектах был бы кринжатором. Ну, просто надо было бы помочь тебе сказать и всё, да? А тут чел угарно флексит, бля, своими понтами, я не знаю. Текст хуйня, реально. Текст пиздец хуйня. С текстом надо что-то делать. Да, да, это сведено, как бы, оно по-человечески всё. Ну, тут это фактически клип, бро. Клип с одной локации. Значит, вот видео не знаю. Тут, как бы, видишь, ей эффекты есть всё. Вот видео, там, ну, вот, камеру поставил, пофлексил пару раз кадра сменил. Тут монтаж есть, как бы, да. Вот это вся история, типа, это монтаж, это, ну, как бы. Эти все речи, кстати. Так, ну, я тебя понял. Давай, короче, прослушаем ещё разок. Чё-то, чё-то в этой хуйне есть, короче, реально тебе говорю. Погнали. Неплохой бит, кстати, ребята, сделали. Неплохой. Твой стэк слишком по-простому звучит. Капа хорошо стоит, воздуха много в ней, записано в нормальной студии. Бит не забивает, она сведена нормально по автомату, поэтому... Я звезда прям, бляд. Короче, на коленке, да, на утюге так не свели бы. Даже элементарно, вот, объём аэрбэков, да, как работает. Нет, это, блядь, прям нормальные чуваки делали. Не утюгом сводили, как бы, да, ничего. Просто по едлибам слышно, в принципе. Её мама меня очень сильно любит, она любит. Я поднялся со мной, бегают за люди. Задевали топы, у неё есть опыт. Мы летаем с ней, купюры на ботноты. Ты коснись меня, тебя ёбни током. Я забыл сказать, что я поднялся ненароком. Я поднялся, сделал этот стиль. Батя крова загина. Бля, ну, респект, бро. Короче, команда звукорей, с которыми ты работаешь, норм. Вполне, вообще, типа, они могут тебя сводить, они чувствуют твой звук, да. У тебя есть воздух, у тебя есть объём в капе, ты звучишь хорошо. Хорошо, отрабатывай свой стиль, думай над ударными строками. Это очень важная история. Очень важно донести. Даже в понтовой, флексовой истории, вот как Трилпил, допустим, постоянно рассказывает, как он много заработал денег, сколько он кого выебал, что он надел. Одна и та же хуйня, но она рассказана всегда интересно. С какими-то подъёбами, с какими-то яркими моментами. Причём там динамика гораздо быстрее, да, у него идёт. Здесь прям ты должен убедительно звучать с точки зрения текста. Тебе надо прям, ну, какие-то жёсткие такие интересные вещи рассказывать. Хотя бы несколько за трек, да. Летаем, купируй банкноты, ты коснись меня, как бы тебя ёбни током. Я забыл сказать, что я поднялся ненароком. Рифма ради рифм, да. Сделай этот стиль, ты говоришь, как фитиль. Я сделал этот стиль, пока на районе ты, братишка, закарать. Нет, я слишком много слугов. Закоротил, короче, да. Так, вот так, поднялся. Да, 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 ну, в общем, ты звонишь ей ночью, а я её игнорю. Skip that bitch. One shorty calling, why you call girl? She can't understand me, she's a fan girl. Да, типа, что ты звонишь, шорти, что тебе надо, типа? Она не может понять, типа. Fan girl, ёпты. Вот, вот эта отсылочка, как бы, норм, да. Вот эта отсылочка норм на трючок. Вот, вот это норм, история, да. И вот, типа, там, батик раба, да, блядь, за гены, вот эта история. Да. Маме опять с большой буквы респект, бро, респект. Студика на втором. Вот это, пиздец, конечно, пиздец. Так, по хрону чётко, по структуре чётко. Да, по структуре весьма чётко, стержень, да. То есть, тут, как бы, есть разные вещи. По структуре правильно, по ритмике ты справился. По стилю пока сыровато, но идёшь довольно ровно. По звуку тебе свели вполне нормально. В целом, этот трек, блядь, может вайбить. Даже вот в таком сыроватом виде. Может вайбить. Делай по тексту. Просто рофло было столько, учитывая, ну, типа, какой-то жути нагнал, типа, да, всё это в целом очень круто. Очень прикольно. Ну, я хуй знает, я думаю, получили. Мы в любом случае эмоции, да, и этот трек мы твой запомним, блядь. По-любому, да, он поднялся, как бы, блядь. Сделал этот стиль, ёпты, блядь. Мы горим, как фитиль. Чё скажете, чат, от 1 до 10? Боните оценку, блядь, нашему поднявшемуся человеку. Батя Краба Заген из пиженного фидука строчка. Да? Окей. Размах на рубль, удар на копейку. Это было больно, бро. Я поднялся, запомнился всю жизнь, бро. Хуйня, но башка качается. Вот этот комментарий, да, с одной стороны, оскорбительный, может быть, уничижительный, да. Он, на самом деле, неплохо отражает. Вот то, что мы послушали, да. А если башка качается, значит, уже не такая уж хуйня, да. Что, слышишь, вроде как бы по тексту какая-то вот вторичная, как бы такая хуйнюша, да. Стиль недоработан. Но в целом, идёт нормально, идёт нормальная. Структура хорошая написана. Неплохо, блядь, бро, неплохо. Неуверенный стерёг пока, да, неуверенный. Я бы, типа, дал 5-6, короче, да, вот. Может быть, даже, может быть, даже, нет, 7 много. 5-6 я бы дал, 5-6, да. Текст ужасен, остальное средний, норм. Да, я согласен. Да. Ему бы текст научиться делать, да. А меня не качает. Ну, что поделать, бро, жаль. Это мы оценим, конечно, да. Как думаете, достоин ли он плейлиста фрешмены? Потому что он, типа, ну, делает вообще, вот, 22-й год, да, как я понимаю. То есть, это прям, типа, ну, это реальный фрешмен. Прям реальный фрешмен, пиздец. Причём с августа, блядь. Я думаю, что вполне можно запихать. Сколько заказов, раз, два, бро? Я думаю, что вполне можно поставить его во фрешмены. Вот. В два плейлиста закинем. Во фрешмены мы этот рычаг тоже закинем. И посмотрим, где-то, наверное, через несколько синглов, ну, типа, через полгодика можно будет глянуть, да, чё, как у него со стилем происходит. Потому что видно, чей вкладывается в сведения, чей вкладывается в облоги, чей вкладывается в структуру, команда есть нормальная, видос вот сразу снимает, да, типа. То есть, человек серьёзно настроен, в натуре разъёбывать, да. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Небросовый продукт. Вполне неплохо, реально. Вполне неплохо. Давайте оцениваем. Во фрешмены я его добавил. Потому что это прям вот фрешмен, вот, блядь, фрешмен, да. Вряд ли он у нас заберёт номинации какие-то на фрешменов в этом году. Но я думаю, что, типа, он, вот фигура, да, типа, которая появилась. Плейлисты, да, кстати, плейлисты наши. Вот они есть ещё, да, вы же все знаете, да, плейлисты и вся хуйня. Рифмы и образы. Ну, вот, за отсылка, да, отсылка к Лилпипу. Потом, ну, пишет, что не авторская рифма по поводу Краба, да, блядь. Так бы, типа, можно было чисто за эти поставить так, за остальное три, поэтому четыре могло бы быть. Но здесь, блядь, это не динамика, не трилпиловская история. Ну, блядь, не знаю. Три-четыре, бро. Три-четыре, да, вот, реально. Три, блядь, даже, наверное, хуй знает. Ладно, четыре, да, за там проток у тебя была история норм, да, что-то там Лилпипу, пусть будет четыре. Структура ритмика вообще всё в порядке. Вообще нормально, абсолютно. Вообще всё заебись. Возможно, помогали те, кто прям пиздец рубит. Если ты фрешмен с этого года, ты не можешь так хорошо писать песни. Девять, наверное, да. Реализация выбранного стиля. Выбранного стиля. Структуру саблёл по харизме пока вот четвёрка, да. Ну, пятёрка, может. Пятёрка, я думаю, да. Реализация выбранного стиля неплохо. По структуре прошёл хорошо. Эдли бы охуенные. Семёрочку поставлю я, да. В местами где-то типа там протянем меня, там вот это всё, чуть-чуть как бы всё вот это просаживается. Семь баллов. Атмосфера или вайп, учитывая, что сведено неплохо. Нет, наверное, шесть всё-таки. Семь дохуя, пожалуй. Да, вот так я поставлю, да. Нормально. Здесь вот так. Вот сила, короче, да. И здесь надо как бы чуть-чуть поддавливать интересными вещами. И вот самое главное, самый главный пиздец, да. Самый главный пиздец. Вот тут тройка, потому что, да, потому что всё-таки есть кач, но большего нет, потому что нету, не додавлено харизмой. Очень большая работа здесь с звукорями проведена. Вполне себе нормально всё сделано. Да. Вот такая вот история, да. Во фрешмена мы тебя закинули, можно будет подслеживать, что ты будешь делать попозже. Если это вот, ты будешь вкладываться вот так же, да, там видосы во всю историю, я думаю, что всё получится у тебя. Потому что тембр у тебя с заделом на стиль. На стиль, который такой узнаваемый пиздец, да, самобытный узнаваемый стиль. Есть ребята, которые делают очень хорошо, но у них тембр голоса, ну, достаточно такой обычный, да. То есть просто как раз говорит большинство людей, соответственно, им очень тяжело выбиться. А если там послушать ребят, которые там делают что-то не... Ну, взять из очень популярных того же Басту. Вот у Басты тембр достаточно необычный, да. То есть он поэтому тащит в коммерцию очень сильно. Вот так вот, бро. Харизма нулевая. Не нулевая, а просто ровная. Максимально ровная вообще. Вот, вот здесь, да. То есть чего-то более яркого нет. Здесь есть 6, потому что есть соблюдение структуры. Соблюдение структуры ядли бы, да. Хотя, блядь, наверное, даже 7. Наверное, 7 даже. Все-таки 7, да. Все-таки 7. Своробал. Не, я согласен, да. Я согласен, согласен. Нулевая это те чуваки, которых мы оцениваем, оценивали в батлах, при судействе батлах, в первых раундах отборочных, когда люди сдают на диктофон высранное дерьмо. А вот ты, наверное, таких даже не слушал никогда, бро. А мы слушали тысячами такие работы. Да, с чатом тоже на батлах раньше. 49 баллов. Неплохо весьма. Спасибо за заказ, бро. Спасибо. Надеюсь, были полезны. Я и чат, да. Спасибо. Спасибо.